Хочу выступить в Lightning Talk с таким декламом, как ETL Architecture Pattern. Во-первых, что это такое? То есть до этого, в принципе, я читал про разные паттерны, но с ним не сталкивался, а столкнулся с ним, как ни странно, на реальном проекте, который был уже запущен, который уже был в продакшен, и когда он зашел в нашу компанию, задача стояла как добавить, доработать уже существующий функционал, адаптировать к новым требованиям и создать дополнительные сервисы для существующего проекта. Сам паттерн расшифровывается как Extract, Transform и Load. То есть он извлекает данные, обрабатывает данные, то есть такой себе сервис, и после их обработки и анализа, то есть какая-то бизнес-логика происходит, он их загружает в Output, то есть в хранилище. И с точки зрения процесса, архитектуру хранилища данных можно представить в виде трех компонентов, то есть, собственно, по его расшифрованным словам. То есть источник данных, откуда мы берем, их может быть несколько, кстати. Промежуточная область — это та область, которая управляется нашим worker-процессом, который производит какую-то обработку этих данных. И вот этот вот кусочек данных, обработанных, он потом складывается в пол-чатень, или в несколько, в зависимости от требуемых задач и логики. Как это используется в Ruby, вернее, реализуется? Есть на японском такой иероглиф хитрый — Kiba. Дошифровывается, как клык, я посмотрел. Вот есть у них сайт Kiba ETL.org. Посмотрите. Они заявляют, что это data processing ETL framework for Ruby. Написание простого, понятного, хорошо тестируемого, поддерживаемого кода. Есть у них GEM. Как достаточно хорошо, ну, хорошо, я посмотрю, он состоит на 100% из Ruby. Приятно удивился. Как это работает? Мы в контексте именно GEMO. То есть как вы выберете этот GEM, вы хотите сделать свое приложение. Вы объявляете припроцессор, то есть это блок, он выполняемый перед тем, как первый кусочек данных будет обработан или даже прочитан. Потом вы объявляете источник данных, откуда будет ваш процесс брать данные. Потом вы объявляете, как будут обрабатываться эти данные. И потом вы объявляете получать этих данных. И после этого есть еще возможность объявить постпроцессор. То есть это блок, который будет вызван после того, как ваши данные будут обработаны и сложены в получателе. Ну, так как ограниченность времени, тут не будет как бы примеров, но будет кое-что интересное. Будет реальный пример архитектуры реального приложения, в котором был использован этот паттерн. Основное приложение у нас было на Rails, Admin Dashboard. Он использовался, крутился на Elastic Beanstalk с балансировкой нагрузки. Он использовал для себя AWS, RTS, Postgres. В качестве источника данных был использован Microsoft Escript Server. Там была, крутилась база данных колл-центров. Они, почему Escript Server, потому что ПО колл-центров была макрософтовская. Соответственно, все, что обрабатывалось и все хранилось на микрософтовских серверах. Вот. И трансформатор. В качестве трансформатора у нас использовался AWS Instance с EDAO-процессом, который обрабатывал данные. Данные обрабатывала статистика звонков, длительность, период, пути к файлам для загрузки и прослушки аудиозаписи и так далее. В качестве получателей у нас использовалось две базы. AWS Redshift, если кто не знает, AWS Redshift — это форок от Postgres. То есть это весь синтаксис Postgres плюс некоторые плюшки от Амазона. И AWS Redshift. Так. Основная параль. Я уже заканчиваю. И все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.